Мне позвонил Толя Белый, и он мне сказал фразу, которую я надолго запомню. Он мне сказал «ты нужен здесь, в Израиле». Публика разная. Не было ли каких-то проявлений какого-то недовольства, когда человек пришёл, заплатил за билет, а ему тут впаривают антивоенную, антипутинскую позицию? А он-то как раз «за». Такого ещё не было. И это был для меня такой актёрский, тоже профессиональный вызов. Как встретили вас? Вас в широком смысле этого слова, вот новеньких. Мы рассуждаем категориями такими российскими. Но как вас там встретили старожилы? Он мне говорит «документы ваши какие-нибудь дайте». А я думаю «так, но я же получил гражданство». Я сейчас ему покажу свой «тилдадзу» свежий. Он его посмотрел, посмотрел на меня. А я лежу, я даже не успел встать, я лежу на пляже. Просто лежу перед ним, в ногах у него. И он мне говорит «поздравляю с получением гражданства». Добро пожаловать. И пошёл. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, уже по традиции, мы еженедельно выходим в такой большой эфир с нашими гостями, чьё мнение нам очень важно, мнение о происходящих событиях, о том, что сегодня происходит и в России, и в мире, и, конечно же, в первую очередь в войне. Сегодня у нас премьера формата «Я сегодня не одна» в высоком смысле этого слова, поскольку в гостях у меня не один человек, а целых два. Это Анатолий Белый, актёр. Толя, приветствую тебя. Здравствуй. Привет, Ксения. И это Егор Трухин, режиссёр. Егор, приветствую тебя. Здравствуй. Привет, Ксения. Что объединяет этих двух людей? Не только «Я в кадре», дорогие друзья. Их объединяет совместный труд. И я думаю, что даже те, кто не видел спектакля «Я здесь», все о нём знают, поскольку о нём пишут много, о нём пишут зрители, и что, мне кажется, в данном случае куда важнее, чем какая-то театральная критика. Важнее вот эти вот отклики невероятные, которые получаем, я, во всяком случае, читаю вот у себя в социальных сетях, в Фейсбуке, из самых разных уголков мира, что называется, где я только ни был. Давайте мы с этого начнём наш разговор. Сколько вообще времени этому спектаклю, этому проекту, и чем он для вас лично дорог, я имею в виду, не столько, может быть, и не только, как проект театральный, как ваша самореализация профессиональная. Егор, начинай. Я очень много уже говорил. Ну, хорошо. Спасибо. Нет, пора. С удовольствием трогать. Спасибо. Пора. Ну, этому спектаклю почти год. Он был поставлен в конце сентября прошлого года. И он, с одной стороны, для меня безумная просто рука помощи. Сначала от Толи Белого, потом от продюсера «Артап», который занимался организацией создания этого спектакля, Марина Аксель Ротт, за что ей огромное спасибо, потому что как это вообще всё началось? У меня был период, когда я прожил там несколько месяцев в Израиле и искал возможность поставить там один спектакль, второй, общался с продюсерами. И по разным причинам это ни к чему не пришло. И я уже поехал получать визу в США, в Варшаву. И это было в июле прошлого года. И так получилось, что мне её не одобрили, и я уже думал брать билет в Москву, потому что в Израиле было очень дорого жить. И тут вот в момент, когда я собирался брать билет, мне позвонил Толя Белый. И этот день, он, конечно, надолго останется в памяти. Это какое-то удивительное приключение. Потому что это буквально, мне мало кто верит, но это так и произошло. Я собирался брать билет, мне уже пришла там смс-подтверждение. И тут звонит Толя Белый и спрашивает, ты где? Я говорю, я в Варшаве. А что ты там делаешь? Я говорю, я собираюсь летать в Москву. То есть это абсурдный диалог абсолютно. И он мне сказал фразу, которую я надолго запомнил. Он мне сказал, ты нужен здесь, в Израиле. И вот с этого началось приключение по созданию нашего спектакля. Я прилетел. И дальше уже мы стали обсуждать. Толя пришел с идеей создания спектакля по стихам, написанным после 24 февраля прошлого года, русскоязычные стихи и тексты. А у меня, со своей стороны, было уже накопленное какое-то ощущение еще практически с самого начала войны о необходимости такого и гражданского, и художественного высказывания, нового такого какого-то спектакля, где пошла бы речь о новом поколении людей, которое сейчас, к сожалению, появилось. И мы все части этого поколения. Это поколение людей, пострадавших. Кто-то напрямую, кто-то ненапрямую, кто-то беженец, кто-то политический, абсолютно по разным мотивам пострадавший от этой войны безумный. Такой тип людей. И мы объединили наши усилия. У меня была идея сделать персонажа в первую очередь. То есть не то, чтобы Толя Белый выходил и читал стихи, как он это прекрасно, без споров. У меня было предложение сделать драматическую историю про такой микс персонажа, как либо беженец, либо эмигрант и так далее. Вот возникла такая почти чаплинская история и с стихами, и с нашими собственными текстами. Это такая рефлексия вслух, практически онлайн рефлексия в живом таком виде, с импровизацией, с нашими сегодняшними мыслями на тему того, в каком мы времени сегодня оказались. И это очень важно, когда у тебя, как у режиссёра, как у художника, как у актёра, у кого угодно, возникает возможность высказаться. Потому что если это в себе копить, можно от этого, конечно, с ума сойти. И в этом смысле, и не только в этом, практически во всех смыслах, этот спектакль стал для меня таким большой возможностью просто высказаться. Скажите, пожалуйста, Итолия, Егор, было ли для вас неожиданностью такой удивительный резонанс, такой отклик публики в самых разных городах и странах? И что для вас самое важное из вот этой вот обратной связи, что вы почувствовали? Потому что тут надо всё-таки сказать нашим зрителям, напомнить, что действительно это спектакль. Это не журналистское высказывание, не текст. Это некий образ художественный. И это, безусловно, художественный язык. И это требует зала, полного зала. Здесь по зуму не сыграешь. Это для того, чтобы было дыхание ответное. Вот что вот в этом ответном дыхании, ответной реакции для вас было важным, может быть, даже неожиданно? Я продолжу, да, Толь? Да. Я вот хочу сказать про то, я попробовал поделить ответ на две части. Мне кажется, стоит сказать, что безумно важно было поставить этот спектакль, создать этот спектакль в первую очередь в Израиле, в той стране, где ситуация нахождения под обстрелами, она безумно знакомая. И в этом смысле публика, пускай русскоязычная, но это публика, которая там живёт, это люди, которые это понимают, чувствуют, это люди, которые 30 лет назад, кто-то раньше, кто-то позже, уехали из развалившегося Советского Союза. То есть это публика, которая тематически, она близка как бы нам. И они приняли этот спектакль вопреки нашим ожиданиям, потому что ожидания были разные, не то чтобы мы там хоронили на примере этот спектакль, но это было страшно, безумно страшно. Мне во всяком случае точно. Публика приняла неожиданно, ну, как сказать, как своих. Как своих. То есть про себя, услышала про себя, да? Да, это публика услышала про себя, это был какой-то просто невероятный шквал эмоций у людей. Это были там вот первые три спектакля, это был первый блок из трёх спектаклей сентябрьских, они практически один в другом стояли, практически день за днём. Это были полные залы, и я такого не видел очень давно, когда просто зритель весь там в слезах, и от этого ещё и у меня тоже накатывал, потому что я там на последнем ряду, даже за последним рядом смотрел, как в Толе, я переживал дико. И я видел, как люди выходили во время спектакля, у меня это впечатление надолго осталось, как они выходили во время спектакля, я думал, что они уходят со спектакля. А они, я выходил, ну, от нервов, естественно, покурить во время спектакля, и вижу, эти люди, пока я выходил курить, они стояли и проплакивались, как бы, проплакивались и возвращались, возвращались в зал все до единого, то есть никто не уходил. И вот эта картина зрительского восприятия, вот именно вот этого, вот этой темы, она, ну, то есть увидя это, я понял, что мы сделали то, что нужно, то есть мы попали в точку. И в целом ощущение, что, ну, это не то, что ощущение, мы же, как бы, уже несколько стран, не несколько, а много стран объездили с этим спектаклем, и с США. Восприятие зрительское, оно сходится с израильским во многом. Разный менталитет, по-разному устроена жизнь людей в разных странах, это, понятно, разные оценки, но в целом восприятие людей вот этой больной темы, которую невозможно воспринимать равнодушно, человек, пострадавший от войны, то есть вот эта тема, ну, она, ну, как бы, налицо. И, ну, как сказать, потому что эта тема, она всем близка оказалась сегодня, потому что это очень восприимчивая, ну, как бы, такая беспро... Ну, это плохое слово, конечно, ну, беспроигрышная тема. Попадаясь в болевые точки, да, в любого общества, да? Да, да, да. Давайте я тогда, можно, да, Ксения? Да, Толечка. Немножко дополню. Просто я хотел бы ещё сказать, что как-то мы сейчас так немножко так начали хвалить, захваливать сами себя. Мне кажется, если объективно посмотреть на то, что произошло, то, что мы сделали, то, несомненно, это, как бы, актуальная очень тема. И она живая, она, она больная, она открытая рана, кровоточащая, да, где бы ты ни жил, и что бы с тобой ни происходило, всё равно она... Из-за того, что по жанру это такой монолог моего персонажа, именно персонажа, я хочу подчеркнуть, что его придумал Егор, и за это ему огромное спасибо тоже, да, что действительно у меня изначально была другая идея читать стихи и там с музыкальным инструментом, ну, сделать программу. И Егор предложил мне совершенно новый и для меня челлендж, то есть это был такой вызов, потому что в амплуа трагического клоуна, каковым является мой персонаж в этом спектакле, я в России не был востребован в течение всех там 25 лет, что я служил в театре. Не никогда, только в «Пленных духах» я играл там, да, был в острой эксцентричной форме спектакля, никогда больше давали всё героев там, любовников, трагических... Не в растенников, да? Не в растенниках тоже были, да. Но вот такого, в таком плане, и в таком интерактиве, в прямом контакте со зрителем, я нахожусь, мой персонаж, и я нахожусь в течение полутора часов в прямом, постоянном контакте со зрителем. Такого ещё не было. И это было для меня такой актёрский, тоже профессиональный вызов. И я бы, да, хотел подчеркнуть ещё, что этот спектакль, он, конечно же, прям в жилу сегодняшнего дня, да. Он об этом, обо всём. И он, помимо художественной нагрузки, которая там есть, да, есть образ спектакля, есть персонаж, всё это придумано, и линии драматургии и так далее, и стихи туда вплетаются, как некий тот же разговор со зрителем о нас, о всех. Но он, как вам сказать, вот в этом жанре, в таком прямом, нельзя, это была бы огромная ответственность, чтобы ты не свалилась в конъюнктуру и в игре на этой теме. Невозможно на этой теме играть, мы бы были последними подонками, если бы это сделали. Поэтому это такое прямое эмоциональное, прежде всего для меня, гражданское высказывание и своего рода обоюдная терапия. Это правда. Этот спектакль несёт в себе терапевтическую такую функцию. Им действительно надо выплакаться, мне тоже. Надо выкричиться, из себя всё это выкричать. И только в таком, я как бы, да, хотел просто подчеркнуть, что вот только в таком очень честном, прямом, лобовом, если хотите, воздействии эмоциональном, только вот в таком ключе этот спектакль как бы и должен существовать. Мы понимали это, что мы сейчас говорим о том, что происходит сейчас с людьми. И вот, ладно, мы лишились там Родины, мы лишились домов, мы не лишились жизни, мы не лишились своих близких. Слава Богу, у нас по сравнению с людьми, которые пострадали от войны, не впрямую, как бы, да, всё хорошо. И поэтому говорить об этом нужно максимально честно. И, наверное, вот, как мне кажется, залог такого отклика зрительского — это наша честность с Егором. Это то, что мы не сделали спектакль какой-то, да, где вот я что-то там играю. Это вот максимально не игра, это максимально не театр. Это максимально человек живой, который с тобой разговаривает о том, что с ним произошло. И вот этот ключ трагикомический, трагифарсовый, да, который Егор так импонирует, и Чаплин, один из любимых его персонажей, и мой персонаж гоняется за лучиком, мы сделали прямые цитаты Чаплина. Вообще, как мне кажется, сейчас время таких прямых высказываний. Вот как бы, и мы, да, да, не стесняясь всё это туда вот вставили, сделали такой спектакль. И это как бы вот, ну, почти не спектакль, это вот максимальный уход от чего-то театрального. Я всё время с тебя стираю, как бы, да, сознательно срываю все вот эти вот свои штампы, какие-то штуки и так далее, да, наросшие. И мне кажется, вот в этой честности, вот в этой честности, в этом прямом разговоре и прямых эмоциях, когда человек на твоих глазах, ну, да, я стараюсь это каждый раз, как бы, да, прожить и так далее. Конечно, зритель, он подключается мгновенно и происходит вот это такое соединение с залом. Ну вот, вот что я хотел бы сказать, что вы знаете так не то, что мы там сотворили какое-то чудо, но просто очень честно это всё сделано. Ещё пара вопросов по спектаклю «Я здесь». Правда ли, что вы корректируете контент, что называется, извините за ужасное слово, применительно к художественному произведению, но тем не менее, что вы меняете, поддобавляете или убираете какие-то тексты в зависимости от страны, где вы играете этот спектакль? Или это уже мифы какие-то, апокрифы вокруг этого спектакля? Нет, это абсолютная правда. Спектакль сконструирован так, что наш персонаж, вот мой персонаж, это действительно человек, который бежит куда-то, да, от чего-то куда-то. Мы с Егором, там, я его в какую-то из репетиции назвали, дяли ему определение в сегодняшнем, не «хому лост», да, как бы человек потерянный. И из-за того, что у нас этот спектакль действительно находится в интерактиве со зрителем постоянным, как я сказал, и он решён в таком клоунском ключе, то начинается вообще с интерактива со зрительным залом. И вот этот кусочек, где мой персонаж реально попадает не то что в страну, а в определённый город, и как бы он сегодня с утра попал в первый раз в этот город, и, значит, нужно дать информацию об этом городе какую-то смешную, неожиданную, интересную. Именно об этом городе, и именно приметы этого города, приметы народов. В том же Тбилиси, когда мы были, у нас сложился великолепный текст. Мы что делаем? Мы вечером предыдущего дня или утром этого же дня, когда спектакль, просто заходим в интернет, Егором вместе, или там, а я один, когда Егор занят. И набираем, у меня уже отработанные схемы, я захожу в браузер, набираю интересные факты о Лондоне, допустим, или там, Тбилиси. И мне, значит, выпадает 25 интересных фактов. Я сижу, выбираю. Мы потом, значит, Егор выбирает, мы потом это всё складываем. Вот как было в Тбилиси, мы сели в лобби отеля, сложили наши обе информации, что он, значит, нашёл, что я нашёл. И плюс какие-то ещё живые, абсолютно вот сейчас в моменте найденные истории, вдруг пришедшие к нам. Вот в Тбилиси было так, пришёл наш продюсер и сказал, слушайте, я сейчас видел таксиста, или Егор, это твоя история была. Я сейчас видел таксиста, когда каждой девушке, которая садилась в его машину, дарил цветок. Она сказала, что такое, что такое. Он говорит, ну такой сегодня день. Я хочу так вот дарить. И вот из этих вот таких вот очень живых, очень настоящих моментов складывается мы вместе, складываем историю этого персонажа в этом городе. Потому что он сам нелепый, смешной, растерянный, он встречает каких-то интересных людей, он там видит бельё развешанное, оно ему падает на глаза, значит, в том же Тбилиси, если там, да, вот эти вот бельевые верёвки знаменитые, да, там, не знаю, свалилось ему на голову чей-то, значит, предмет туалета, да. Ну и так далее. Там он заходит за угол, тут хмкали, тут собаки бездомные, тут, значит, этот таксист. И вот из этого, из этого, из этого складывается история о каждом конкретном городе. И это так подкупает зрителей, это как бы он в начале спектакля происходит, в первой части. Мы таким вот тюнингом, так располагаем к себе, что, ребят, мы знаем о вашем городе такие вещи. Это очень располагает зрители, очень хорошо это воспринимается. Ну а потом уже мы меняем ключ повествования, это стихотворение. С стихотворением зритель начинает понимать, что же с этим человеком не так, почему он тарахтит. Он, не останавливаясь, говорит, захлёбывая сам себя, мысли, будет впереди него, он всё время говорит, говорит, говорит. И потом мы только начинаем понимать, а почему, что же с ним произошло. Но вот этот момент каждого города и то, что странное, это абсолютная правда. Егор, добавишь к этому рассказу? Да нет, на самом деле, на самом деле тут Толя всё-всё сказал. Да, это абсолютно живая штука, каждый раз от города к городу. И мне вот, например, я сейчас не присутствовал, к сожалению, на гастролях по разным причинам в США, и мне в этом смысле очень интересно, что же там Толя сказал про Нью-Йорк, что про Чикаго. Причём я подразумеваю, там про каждый город целой страны разные тексты, потому что разные живут люди. И это, я просто могу ещё сказать, что это вот те несколько раз, которые я попробовал, в Израиле мы вместе сочиняли, на Тбилиси сочиняли вместе, Германию вместе сочиняли, там, значит, Латвия, Литва, Эстония тоже вместе, да. И я поймал себя на том, что я сам просто невероятные какие-то вещи узнаю про эти страны, про этих людей. Толь различных, кто там живёт, но и про местных. И это даёт просто какое-то огромное количество знаний нам самим, и ещё и воспитывает, как бы, какое-то, я не знаю, как это назвать, но какое-то хорошее чувство солидарности, уважения. Ты проникаешь в какие-то внутренние проблемы каждой из этих стран, потому что у каждой страны свои болячки, у каждого народа свои болячки, у каждого народа своя рефлексия. И ты, когда про это узнаёшь, ты понимаешь, что очень много у нас общего. Очень много. И что речь, когда там, да, в этот спектакль о конкретном персонаже, но на самом деле он, ну, ты в этот момент понимаешь, что он и о них тоже, и о тебе, и у вас очень много общего. Вот. Это единственное, что я мог бы добавить, потому что Толя как бы всё сказал. Ещё один вопрос. Тоже про публику. Поскольку сейчас, конечно, невероятный бум таких вот гастролей и турне русских, российских артистов, которые, как вы точно определяете, бегущие от войны во всех смыслах этого слова, старающие себя как-то дистанцировать от путинского режима, от тех людей, которые эту войну развязали. И для людей, у которых есть возможность говорить, будь то журналисты, музыканты или артисты, или писатели, это невероятная, важная, а может быть, даже единственная форма самовыражения, чтобы сказать миру, почему я не в России, почему я оттуда бегу, и почему я проклинаю сегодня эту власть и руководство сегодняшней России. Но длинный заход. Не секрет, что русскоязычная публика во всем мире, которая здесь живет давно, в отличие от нас с вами, и у которой очень четко и давным-давно сформировались свои представления о прекрасном, и в том числе о прекрасной России настоящего, условно это можно назвать тамбатой, но скажу так толерантно, что это люди, которые являются, ну, по сути, такими вот апологетами нынешней власти, которые считают по-прежнему Владимира Путина человеком с яйцами, который, типа, там, факт показал Америке, и прочий набор всей этой ерунды, которую не вам рассказывать, вы все ее знаете. Короче, публика разная. Чувствуется ли это на ваших спектаклях? Не было ли каких-то проявлений какого-то недовольства, когда человек пришел, заплатил за билет, а ему тут впаривают антивоенную, антипутинскую позицию, а он-то как раз за, он-то как раз считает, что, типа, все идет хорошо, и все по плану, и Россия вперед. Я все это прощаю, но вы понимаете мой вопрос. Егор, скажи. Ну, я могу только сказать одну вещь, что у каждого спектакля, как мне подсказывает, пускай маленький, но какой-то опыт, у каждого спектакля свой зритель, и как бы те зрители, разговаривайте, тот контингент зрителя, он, ну, попросту не ходит на наш спектакль, потому что не помню, чтобы мы замечали, ну, может быть, там один-два человека были, но никакого инцидента, во-первых, не было, а во-вторых, просто, ну, они же понимают, что у определенного спектакля есть какой-то контекст, и какое большинство людей ходят на этот спектакль, и поэтому, поэтому, да, ну, тут в этом смысле, я не знаю, лично я такого на этом спектакле, на нашем, не замечал, хотя, да, я знаю, что вот публика бывает разная, ну, что тут поделать? У нас нет задачи переделывать публику, созывать тех людей, кто, там, поддерживает, там, весь этот ад, созывать на наш спектакль. Такой цели нет, да и они не придут, наверное, мне кажется. надо просто продолжать делать свое дело, делать его для тех, кому это нужно, это нужно нам, это нужно большому количеству зрителя, вот мы с этим зрителем и встречаемся, ну, какой-то зритель не доходит, ну, ничего страшного, я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, а в том, что всегда были те, кто поддерживает, поддерживает безумие, в этом, наверное, нет никакого удивления, потому что, ну, это всегда было. Их не так много, я имею в виду в той зоне ответственности, про которую мы говорим, ну, то есть, это страны Европы, ну, то есть, их как бы много, да, но большинство, конечно, тех, кто прекрасно понимает, что происходит. Знаешь, Ксения, как будто недавно буквально столкнулся, ну, во-первых, да, действительно, в анонсе спектакля уже сказано явно, текст основанный, спектакль основанный на текстах, антивоенный спектакль, написанных после 24 февраля, антивоенный спектакль, и та часть публика, про которую ты говоришь, они действительно просто уже не идут туда. Я недавно в Америке буквально вот столкнулся один раз с тем, что приходила группа, так сказать, ну, женщин, они, они подружки, да, их было несколько человек, и вот именно в Америке, которая, что подчеркиваю, из них, там, не знаю, шесть человек подружек, да, из них там вот, допустим, две, они там, да, они были вот очень подключены, они там прорыдали и так далее, и, в общем, всё попережили, а остальные четверо вышли абсолютно, абсолютно ровными 36,6, и как бы те две, я просто общался с одной из них после, и знакомая моя, и она, как бы, говорит, девчонки, а чего, говорит, вообще никак не попало? Он говорит, слушайте, ну вот он там что-то страдал, страдал, мы что-то не поняли, а чего он так страдает? Как бы, ну, эта война же идёт на Земле всегда и везде, и, там, не знаю, за всё время существования человечества войны не было, там, я не знаю, четыре года, в остальное всё время была война, она всегда идёт, везде идёт война. А чего он так вдруг страдал? Вот и я опешил немножко от этого, потому что, конечно, нам это близко. Я к тому, что есть, конечно, определенная часть населения, особенно за большой водой, которая, ну вот у неё всё хорошо, и им-то так далеко, и это понятно. И как бы я их, ну, ничего, ни правды не осуждаю, я понимаю, что им, как бы, они вот так вот, как ты правильно говоришь, Ксения, дистанцировались, такое слово, и такое инстинкт самосохранения, дистанцировались, сказать, ну, ребят, это не наша война, это где-то там, за большой водой. Ну, у нас тут всё хорошо, у нас тут яхты, клубы, солнце и так далее. Люди? Люди такие люди. Постойте, давайте выйдем из зала. В конце концов, вы же тоже живёте не всё время в театральном зале, не только с публикой общаетесь, но и просто с людьми в своём новом окружении, у каждого своё. Наверняка вы сталкивались с такими проявлениями, которые очень популярны, в том числе и в российском обществе, здесь мало чем отличаются. Типа, они всё так однозначно, все, правда, не знаем, везде всю жизнь идут войны, а вот Америка бомбила, а вот ей можно, а вот если бы не мы напали, то они бы напали. Ну, я уже мозолю на языке от этих всех штампов пропагандистских, которые действительно с удовольствием пожираются не только публикой внутри России, которая сидит у телевизора, но и вполне себе старыми проверенными эмигрантскими кругами самых разных стран. Если вы с этим сталкивались, я не верю, что нет, вы как-то вступаете в контакт с такими людьми и считаете ли вы, что вообще возможно каким-то образом этот контакт установить и говорить про это? Или это бесполезно, не стоит извязывать? Вот я, если можно, скажу пару слов. Да, кто и год. Понятно, что мы все с этим сталкивались и будем еще сталкиваться, но я могу сказать, что, может быть, в это сложно поверить, но подавляющее большинство тех случаев, когда я сталкивался с людьми, которые либо поддерживают это, либо считают, ну вот правильно, что не все так однозначно или что-то вроде того, которые вообще не хотят даже думать об этом, потому что это выход из зоны комфорта или что-то еще укажет свои причины, наверное. Большинство таких случаев были у меня с людьми, которые сейчас живут в России. Я этим не хочу сказать, что те люди, которые там живут, большинство из них думают о том, что они так однозначно. Нет, это не так. Я просто говорю про свое окружение, про людей, с которыми я общался, с которыми я, может быть, учился, с которыми я когда-то дружил. Те люди, с кем я сейчас общаюсь, я заметил еще вот одну вещь, у меня полностью практически выместился круг общения. Я не знаю, может быть, это много у кого-то, из тех, кто уехал. Это мой вопрос, который я хотела вам задать. Изменился ли за этот год круг общения у вас? Да, вот он очень сильно изменился. Я думаю, что у меня кардинально изменился. Вот у меня абсолютно тоже кардинально, причем я не сразу это понял. Я в какой-то момент это осознал, у меня хватил шок, потому что я понял, что я просто окружен новыми людьми, абсолютно другими, и я вообще не жалею о том, что этот круг заместился. Это прекрасные люди. Я не хочу сказать, что они лучше, чем те, с кем я общался раньше. Тут вообще не об этом речь. Речь о том, что это новые люди, новое окружение, это практически новая жизнь. И никто из них, из тех, с кем я общаюсь, не отличается в плане оценки того, что происходит и от моей точки зрения. Мы же общаемся с теми, кто нам близок по духу, мы же не можем себя насильно заставить общаться. Но это зависит от профессии. Есть профессия, которая вынуждает к этому по профессиональным требованиям. Это я могу понять. Там журналистика, например. Режиссура в каком-то степени тоже. Актерское мастерство тоже. Оно все завязано на наблюдении, на общении с разными совершенно людьми. Тебе надо понимать психологию. Но так уж вообще, если генерально говорить, у меня практически нет никого из окружения, кто поддерживает это. Я знаю, что их очень много, но эти люди как-то вышли из круга общения за полтора года. Итак, продолжим тему. Как изменился круг общения за этот год у моих сегодняшних гостей? Вот Толя начал про это говорить. Пожалуйста. Да, ты знаешь, я сейчас, может быть, скажу какую-то такую мысль крамольную, резкую и так далее. Во-первых, я бы назвал это пересборкой. Вот за этот год действительно произошла внутри меня большие изменения. Во-первых, я практически не общаюсь ни с кем из Москвы, из моих прежних знакомых, друзей. Ну, один с половиной человека, который изредка переписываюсь. Из театра никто. Вот. И, ты знаешь, я сначала рефлексировал, переживал там и так далее. А сейчас... А, так пойми правильно. Очень произошла смена оптики, что называется. Я пачками отписываюсь в Фейсбуке от людей, которые постят там себя на красных дорожках, да, делают вид, что как бы всё, ничего вообще не происходит. Я здесь, на отдыхе. Вот когда вот происходит, да, эти люди, когда-то я с ними был знаком, с кем-то дружил, вот я сейчас без какого-то вот прям сожаления, я беру и отписываюсь, потому что я вдруг внутри себя почувствовал, что надо освободить место в своей жизни для нового, для того, что нужно мне, для того общения, которое будет не надо, вот мне надо с ними ещё продолжать общаться, а вот мне не надо. В какой-то момент мне стало не надо общаться, не нужно было, не нужно мне это общение с очень-очень многими людьми, потому что я с сожалением, я говорю это сейчас с болью, никакого белого пальто, я вижу, и это факты, это я не придумал, люди, к сожалению, ещё раз повторяю, живущие в России долго-долго, хорошие, замечательные. Вот мы сегодня буквально вот общались здесь в Израиле с одним московским товарищем, продюсером, который рассказывал историю нашего общего знакомого. И мы мужик классный, классный, добрый, офигенный мужик, мы все его знали кучу лет. И в какой-то работе он говорит, нет, я, вы знаете, сейчас не буду произносить вот этих слов, потому что там говорится что-то неправильное, там Россия как-то неправильно, в неправильном свете преподносится. И этот человек прекрасный, у него душа огромная, но с течением времени вот эта вот водичка, вот эта, я не знаю, как это назвать, точит, то, что точит мозг, она пробивает эту брешь, и люди вот как бы, да, ну не знаю, как это называется, ходят с ума, или пропаганда делает свое дело, как бы, черное. И они, вот все, они становятся как бы вокруг враги, вот в этой риторике они начинают жить, паранойи, вот этой параноидальной, и все. Я понимаю, что усилия мои тщетны по сравнению с той иглой, с тем вот этим ядом, который вливается в их там уши, сердца и души. И я ничего не смогу сделать. Я поэтому вычеркиваю. Я вычеркнул очень-очень многих людей за этот год, очень много. И, как ни странно, вот этот закон сохранения энергии, не знаю, как его назвать, я здесь, в Израиле, и вне Израиля, сейчас, в Америке, в Германии, приобрел очень много новых знакомств с прекрасными людьми, с прекрасными людьми, которые, которые живут, как тебе сказать, они, ну, не в агрессии, они, ну, у них нету вот этого, вот этой вот, какой-то человек ненавистничества, там еще чего-то, злобы к России нет. Они нормальные люди. Они просто хотят что-то делать. И еще хочу сказать про изменения в себе за этот год. То, что сделали мы этот спектакль, то, что потом в Гешере у меня что-то происходит, еще что-то происходит, читки там делаем, мы там благотворительные какие-то вещи. Я понимаю, что вот этот ресурс мой энергетический сейчас, вот как бы в двое больше работать, втрое больше работать. Конечно, это наше единственное, да, то, что мы спасаемся, это работа, себя спасаем, чтобы не сойти с ума, не опустить руки и не впасть в глубочайшую депрессию, потому что в это можно впасть в любой момент, в виде потому, как, что происходит в мире, как помогают, не помогают, как, да, все это основано на каких-то играх, деньгах, власти и так далее. Глядя на все это, можно просто вот лечь и не вставать уже. Но я вот понимаю, внутри меня как бы я выбрал другое, я выбрал убойную работу, утроенную работу, а вот на зло как бы всему происходящему, да, это единственное, что я могу сделать, да, я за счет этого выживаю, я буду делать то, что я могу делать, буду делать этого много, потому что это мое сегодняшнее спасение, оружие, все, что угодно, это вот моя жизнь. Вот, вот эти вот, я вот и про изменения, если говорить, то они вот такого порядка произошли. Если говорить вот про ту самую оптику пресловутую, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь и сама это почувствовала и на своем круге общения, и уж такие связи у меня разорвались, такие страшно близкие, многолетние, что даже вот и не передать. И это при том, чтобы тоже вот объяснить зрителям, что речь, как я понимаю, как я понимаю тоже Толю, речь идет не о тех, оголтелых ястребах войны, которые голосуют за войну, какие-нибудь там певцовые и прочие, вот эти все дюжевые и прочие придурки, которые там рассказывают, что вы должны там все приползти обратно на коленях, покаяться, и мы будем решать, кого мы возьмем обратно в нашу великую прекрасную Россию настоящего, в нашу Северную Корею, а кому, скажем, давай до свидания. И вот эти все люди рассказывают про то, как тут все чуть ли не дворниками работают, и никому не нужны, и все эти мантры мы знаем. Тут важно понимать, что мы говорим о людях, но с кем, казалось бы, не должно быть никаких разницы никакой в мировоззрении и в оценке событий, но вот та самая оптика, это та самая тонкая настройка, у меня есть своя версия, что это люди, которые не смотрят пропаганду, но она дошла до такого масштаба, как говорит мой бывший шеф, тотальная пропаганда, она как радиация проникает даже при выключенном телевизоре, что вот эти зерна сомнений, они проникают даже самых, казалось бы, совестливых людей. Не знаю, слышали ли вы, наверняка слышали речь Алексея Навального, которую он построил как раз на той парадигме, которую когда-то предложил Юй Лотман, что такое человек рефлексирующий, совесть и интеллект. Вот мне кажется, вот здесь какая-то точка разрыва находится, мне кажется, он точно угадал, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что Егор скажет. Ох, это довольно сложный вопрос, катастрофически сложный, если речь идёт о рефлексирующем человеке. У меня возникает ощущение, что их очень мало, я не хочу говорить нас, мне хочется сказать, что просто тех людей, кто для, ну, то есть очень много людей, которые, вот, конформизм, да, вот, конформизм, это некое проявление тотального сейчас большинства, и в этом смысле это, я даже не, Ксения, простите, я не знаю, это прям сложный очень вопрос, это надо прям много сейчас говорить, потому что я сейчас пока вас слушал, и вас, и Толю, меня немножко пришибло, потому что, потому что, потому что, потому что, я стараюсь об этом не думать, но, ну, потому что это тяжело очень думать о том, что, что тут особенно, как бы, да, я просто как на это смотрю, что то, что сегодня происходит с, это же не просто война, да, одной страны с другой, это, к сожалению, если говорить про Россию, это довольно страшно, продолжающийся до сих пор процесс, на мой взгляд, ну, не только на мой взгляд, тут как бы не, это довольно объективно, разложение империи, которое продолжается, ну, как бы сто лет, по сути, да, и он, это, это, и причем Советский Союз, это, на мой взгляд, тоже такая большая часть этого, ну, такая была, наверное, это, я стараюсь сейчас не сказать громко, потому что я не претендую ни на какую истину, но мне кажется, что это была такая некая пробка, затычка, пауза в, в таком вопросе разложения этой империи, и он, и вот сейчас, сейчас это продолжается, и, как оказалось, просто для меня самая страшная вещь стало, ну, это понимание того, что 90-е оказались каким-то обманом, хотя я помню это время, я, ну, как бы, я вижу своих родителей, обман, а я вижу своих родителей и вижу в них глаза скорби и пустоты, потому что я понимаю, что, конечно, и мое поколение тоже относится к этому, но в большей степени поколение моих родителей это поколение обманутое, потому что на их молодость выпало какое-то ощущение свободы, которое просто пришиблось вот так вот одним ударом, может быть, это такой был большой, но медленный удар, который мы все немножко профуклили. Я вам скажу так тебе, в этом смысле наше поколение... Да, простите, мне очень сложно просто говорить людей, наставни на конформистов, как бы говорить про тех людей, которые там, про то окружение, с которым ты перестал общаться, про тех людей, с кем Тори перестал общаться, с кем вы перестали общаться, потому что у вас этот круг больше, чем у меня. У меня немножко другая ситуация, потому что у меня другое поколение. У меня нету такого удара по мне, как у вас, но и я вас как бы понимаю. И я настолько вас понимаю и чувствую, потому что я своих родителей вижу, я с ними об этом говорю, что я не знаю, как вот просто так вот сейчас взять и одним предложением ответить на ваш вопрос, потому что, на мой взгляд, это просто какая-то огромная катастрофа, которую мы даже не начали обсуждать. Сейчас идет война, поэтому сейчас есть фокус на ней, но по большому причинам этой войны сейчас происходит какая-то... Расплата, безусловно. Да, это расплата. Ну, происходит какой-то ад внутри России, последствия которого еще не видны. и я их чувствую, что они... Я же как бы не историк, я не претендую ни на какие истины, ни на какие факты, знания. Я... Моя профессия это такое, как говорил один из наших педагогов, потрясающий, мирочувствование. Мы занимаемся мирочувствованием. И вот это мирочувствование, оно мне подсказывает, что... Ну, то есть, оно заставляет меня нервничать каждый день. И... Давай так спрошу, Егор, про мирочувствование. Тогда скажи нам. Да. Ну-ка, скажи нам, Егор, а как формировалось твое мирочувствование? Из чего вообще ты складывал вот эту свою картину мира? Почему, в конце концов, сейчас, когда началась война, в 22-м году, ты оказываешься за пределами страны, по сути, скитаешься, пока еще не понимая, где будет твой настоящий дом дальше, и даже не понимая вообще, что будет-то дальше, как дальше строить свою жизнь? Что случилось? Когда в тебе вот это, это чувство возникло, это внутреннее сопротивление, скажу я так, той несправедливости, которая сложилась в России за долгие-долгие годы? Ну, с одной стороны, я могу сказать, что я не то, что я не думал о том, что происходит до начала войны. Конечно, я думал об этом, но как огромное большинство людей, разных людей, умных людей, творческих людей, я продолжал верить в то, что, ну, как бы, не то, что это просто невозможно поверить, да, в то, что начнется превратиться это все такое в огнево. Но оно превратилось. Именно 24 февраля вот был день, когда, в общем, это был самый страшный день, я не знаю, с каким наркотическим трипом его сравнить, потому что сколько я перемолол внутри себя позиций, ощущений, каких-то мыслей за весь этот день, что в итоге, 24 числа, вечером, я уже понимал, что, ну, как бы, да, на 99% я уже почти в самолете, ну, как бы, я уеду. У меня был тогда период выпуска спектакля в одном из московских театров, и я не мог просто по работе уехать в этот момент сразу же. Только я довел выпуск в первой половине марта, я поехал в Израиль, предварительно собрав документы, я поехал, у меня было 200 долларов, жил сначала у тети, потом у меня было две ночи, когда я ночевал на пляже Тель-Авива, то ли об этом не знает, но, в общем, да, было весело, и у меня был очень, я на всю жизнь запомню этот день, я получил уже гражданство там на четвертый день, и я сплю на пляже, я был с двумя рюкзаками, как наш персонаж в спектакле, вот один я вот так вот взял, вот здесь вот его спрятал, а другой вот здесь, и я на пляже вот так сцепил руки, чтобы пока я сплю, никто у меня не украл рюкзак, на всякий случай, ну, привычка, видимо, какая-то, не знаю, и я лег на пляж, что-то по себе там постелил, и я просыпаюсь утром где-то в 7 утра или в 8 утра от того, что меня кто-то будет, и я поднимаю глаза, и у меня будет полицейский пляжный, израильский, прямо в центре Тель-Авива на пляже, и говорит мне что-то на иврите, я ему говорю, простите, я пока не понимаю иврит, я только-только там, как бы, ну, мы на английском, и дальше он мне говорит, документы ваши какие-нибудь дайте, а я думаю, так, ну, я же получил гражданство, я сейчас ему покажу свой Теудадзиуд свежий, показал ему Теудадзиуд, он его посмотрел, посмотрел на меня, а я лежу, я даже не успел встать, я лежу на пляже, просто лежу перед ним, в ногах у него, и он мне говорит, поздравляю с получением гражданства, добро пожаловать, и пошел. Отличная какая зарисовка, потрясающая. Да, а я вот так вот лежал, весь взлохмаченный, вот такой вот, ну, он ушел, и я через три минуты уже плавал в море. Так что вот. Да, ну, так, давайте... По поводу родителей, то, что ты сказал, мне кажется, что и здесь тоже мы не слишком отличаемся в наше поколение, потому что наши родители, я так понимаю, что Толина тоже приблизительно такого возраста, как мои, они тоже пережили такой облом, когда они пережили так называемую оттепель. И тоже у них была вот эта вот попытка свободы, попытка освобождения от сталинского кошмара, попытка перезагрузки, что называется, истории, ну пусть, да, была вот эта некая вера, наивная в социализм с человеческим лицом, но никуда не деться, потому что другое вообще никто не предлагал и быть не могло. Но сам факт того, что они это пережили, а потом точно так же, как и наше поколение, пережило вот облом, что называется, как потихоньку стало это скатываться опять к тем же самым способам общения с государством, с гражданами, пошли новые сроки, пошли новые диссидентские дела, пошли психушки. Вот в Брежневское время особенно была популярна вот эта вот система расправы с инакомыслием, это сказать, что они сумасшедшие. Вот, собственно, сейчас мы переживаем то же самое. Я тоже своим родителям задавала, не знаю, как Толя, вопрос, а как? Как вы позволили? Почему все обратно? Вот почему вы опять прячете те книжки, которые выходили совершенно легально в 60-е годы, издавались, сегодня вы опять их прячете в подвал, под подушку, чтобы никто, не дай бог, дочка школу не принесла какую-нибудь там книжку, которая вышла во время отцепель. То же самое. Не знаю, согласен ли Толя с моими такими аналогиями? Параллели очевидные, конечно, очень все похожи, но действительно сейчас не похоже только то, что действительно правильно ты говоришь, кроме социализма, коммунизма, там и так далее, в те времена наших родителей ничего другого представить себе не могли. Сейчас все-таки выраст поколения людей, которые вкусили, вдохнули этот запах свободы, и он действительно был какое-то время. Знаешь, у меня абсолютно по теме то, что Егор начал, и вот мы сейчас перешли немножко на эту тему, у меня огромное, конечно, разочарование в принципе. Знаешь, как я для себя определил, что-то я подустал от истории государства российского. Понимаешь, как бы, если вот так вот посмотреть, да, с трезвым абсолютно взглядом, когда абсолютно все последние очки, розовые, голубые, какие угодно, упали с моих глаз, я, ну, правда, не вижу, по крайней мере, на своем веку точно ничего хорошего в том, что сейчас там происходит в России, и поэтому это, опять же-таки, дает силы здесь сделать свою жизнь, строить свою жизнь дальше, жизнь своих детей, жизнь своей семьи, свою собственную, в другой парадигме, в другом. Я буду играть на иврите, я буду играть на иврите. Я могу играть на английском, я могу играть на английском. И это как бы, закрылась одна дверь, открылась множество других. Я сейчас, у меня энергия вся эта выходит только вперед. И этот вот спектакль «Бешери», который мы выпустили с символичным названием, «Не смотри на знак», «Не оглядывайся на знак». Это вот то, что чем я сегодня живу. Давайте немножко об этом поговорим, о перспективах. Все-таки есть каждому, что рассказать о своих... Нет, я понимаю, конечно, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о планах, но давайте мы все-таки зрителям можем сказать, мы уже не к Богу обращаемся. Я хотела у Толи спросить, как, в принципе, вообще встретила вот старое поколение творческих эмигрантов, новых пришельцев. Я имею в виду театр «Гешер», в котором работает мое поколение. Это Лиля Макарова, Шейлерут, его сейчас зовут, это прекрасная Женя Додина, которую я просто... Мы с ней учились на правильных курсах. Там я сейчас вижу актера, Грымовского актера, Уманец. Уманец. Прекрасный совершенно парень, я очень рада, что вот он там. И вообще это такой, как бы, что называется наш театр. Мы его очень хорошо знаем, помним, тем более основой его как раз составляли вот выпускники Гетиса когда-то, Евгения Арье. Как встретили вас? Вас в широком смысле этого слова, вот новеньких. Ты знаешь, вот опять же такие, вот мы, я сейчас, ты говоришь, я ловлю себя на том, что это я, мы суждаем категориями такими российскими. Но как вас там встретили старожилы? Как старички-то как бы у вас что-то маленькие, колёса не вставнули, иголочки-то не подсовывали в платьишки. Знаешь, как бы, а тут настолько всё другое, что я, ну я правда, я до сих пор там год прожив больше, не перестаю в этом удивляться, что, ну нету здесь какого-то вот, встретили так вот, как бы немножко искоса, да, взглянув, и как бы так немножко так приглядываясь. я не знаю, чем это объяснить. Это просто какая-то совершенно открытая позиция человеческая, человеческая, да, не там творческая, а человеческая. Здесь рады людям. Здесь, ну видишь, что-то еще, как бы, Израиль, да, как бы парадимый государство, когда тот, кто приезжает, в него возвращается, и вот с этим всё, что связано. Это не эмиграция, это возвращение и так далее. Это не изучение языка, его воспоминания. Вот. И, конечно, много проблем. Я не идеализирую, да, Егор подскажет, молодым ребятам очень тяжело, здесь очень дорого. Но человеческим нам открыто, очень рады. Правда рады. Они, как бы здесь ребятки, которые давно здесь живут, и тот же Саша Демидов, который в Гешире, вот, да, двинадцатый год, звезда Гешира, там, у Арье Игоря главные роли, там, всё. И сейчас этот театр в большинстве уже ивритский, там, как бы, ребята из агентяне в основном, из той плеяды Арьевской остались там человек 7-8. Но они очень рады, они прям вот истосковались. Они ребята, как здорово, как мы рады, что вы здесь, и вы действительно там новая кровь, и Миша Уманец, которого мы вспоминали, и Поля Пахового из «Современника», и Семён Штенберг из «Гоголь-центра». То есть такая собралась сейчас как бы солянка, очень-очень неплохая, качественная, как мне кажется. И мы тут делаем что-то, да, мы не сидим, мы делаем. Как у кого, как получается. Вот буквально на днях там вчера-позавчера в «Плейхаус Тель-Авив». Тель-Авив это такой киноклуб, который сделал Игорь Маргулис, местный продюсер, тоже наш молодой человек, он уехал в Израиль 6-7 лет назад, продюсер, он сделал киноклуб, где катает, закупает на кинорынках качественное европейское кино, фестивальное, то кино российское, которое уже не покажут в России. Вот он был недавно показ, роднянский, к нам приезжал «Мама, я дома» с Ксюша Рапопорта и Юрой Борисовной. И в этом же здании такая площадка, театральная концертная площадка. Мы сейчас играем такую, сделали из читку Соломоновской пьесы Артура Соломонова, как мы хранили Иосифа Сергеевича, довольно-таки известный уже во всем мире, он делает эти читки. И здесь Рома Феодори, режиссер, сделал такую читку уже почти спектакль мы сделали. Мы все равно с папками, читка, театрализованная, с оркестром живым на сцене и так далее. Мы как бы это сделали. Куклы какие-то я видела. Куклы или какие-то? Куклы там, да, да, с куклами. И вот мы сделали такую постановку. вот все кого-то перечислили, Боря Репетур, актер, который давно... Боря Репетур, а все мой друг детства. Привет ему большие передавания. Спасибо. Вот мы все там соединились и вчера пришли люди и, боже мой, говорят, ребята, какая свежая кровь, как это здорово, как нам это нужно. Потому что была пандемия, все там порушилось, сейчас, на чем многие не могут приехать. Из России сейчас вообще мало кто сюда может приехать и мало кого привозят. Ну, потому что здесь очень-очень кошерная публика в хорошем смысле. Очень четко определившая свою позицию. Тут какие-то, прости господи, неумные люди придумали привезти сюда Ольгу Бузову, продюсеры какие-то. Так она приехала? И Израиль сделала так, что ее концерты отменили, просто публика сделала так с заявлением, что отменили все концерты ее. Вот, поэтому нам рады. Там не одна, не только Бузова, я вот буквально вчера или позавчера мне написали тоже вот мои зрители из Израиля, что они абсолютно в полном возмущении, что приезжает Клара Новикова с каким-то там спектаклем. А Клара Новикова это человек, который столько наговорила ужаса, страхов и столько оскорблений уже вслух произнесла в адрес Украины, украинского общества, украинской нации, что для меня тоже загадка, как у людей вообще к вопросу о совести. Как у людей вообще поворачивается в мозгах вот так вот сейчас запросто, а почему, а потом спросить, а что случилось, а почему нет? Если говорить за Израиль, то здесь нам рады. Да, непросто. Егор сейчас эту тему продолжит. Тому, как непросто здесь выживать молодым ребятам. Но есть, Егор, это я к тебе тоже обращаюсь, возвращайся. Здесь есть силы сейчас, которые... Вообще, у нас сейчас начнутся дискуссии на эту тему. Я с превеликим просто удовольствием все время. Я скучаю по Израиле. Я очень туда... Но есть обстоятельства, по которым туда приехать не всегда легко. Ну ладно, это уже такое, это отдельно. Нет, я просто, я закончил я к тому, что, я говорю про Израиль, про страну, где я сейчас живу. Очень вот сейчас, за этот год, когда военные альярта, как нас называют, уже здесь сформировалось, люди освоились, осмотрелись, и начинается движение более глубинное. Поиск финансов на уровне Кнесета, поиск инициатив на уровне продюсеров, поиск материала актёров, соединения, как это можно сделать, чтобы здесь абсолютно все условия для того, чтобы сделать здесь базу, хорошую, фундамент, продакшн, и возить это по миру, как, собственно, сейчас мы все и существуем. Вот, Егор, тогда расскажи про свою идею, я не знаю, в каком она сейчас состоянии, создать такой вот международный русский театр. Как ты это видишь? И есть ли вообще перспективы? И в какой стране это возможно? Я только буквально чуть-чуть поправлю вас, это международный открытый театр, это ни в коем случае не планируется как международный русский театр, потому что важно, это как бы мы бы не хотели уходить в русский театр в изгнании и так далее, да? Ну, это как бы эта идея, которая берет свое начало где-то как раз полтора года назад, примерно, как, даже чуть-чуть даже до войны, я думал о том, чтобы создать какой-то коллектив еще в Москве, коллектив артистов из разных стран и на почве соприкосновения этих артистов из разных стран создать какой-то спектакль как результат диалога разных культур и разных, ну, просто разных людей как минимум, да? Потому что я чувствовал уже тогда, что это какая-то важная, важная вещь, которая, там, может быть, ее не всегда можно описать словами, почему она важна, но, в принципе, сегодня уже, наверное, можно подобрать слова, почему она важна, как минимум, вопреки тому времени разлома и разлада, которая, которая сегодня нас всех по разные стороны как бы отправила, да? Ну, как бы, у меня сначала возник такой проект, сначала я его сам с собой так обсуждался с какими-то людьми, это был проект международного театра, без слова, открытый, просто, потом я начал в Израиле как раз искать продюсеров, я занимался этим несколько месяцев, я встретил около сорока, по-моему, я насчитал продюсеров, с которыми общался на эту тему, очень многим это все было интересно, но, как у всех продюсеров это бывает, но не у всех, а у разных, причины отказаться невероятно классно возникают на ходу во время диалога, и я, в принципе, понимаю, почему, одна из причин, потому что я, как человек, который это предлагает, я сам, ну, как бы, грубо говоря, человек без имени, да, на сегодняшний день, пока что, поэтому, может быть, я могу понять каких-то продюсеров, которые там, для которых важнее какое-то известное имя в афише или там, в создателях, чем молодое поколение, которое пусть неизвестное, но горит какой-то работой. В итоге, я нашел двух прекрасных продюсеров, которые не живут в Израиле, они живут один в Германии, другой в другой европейской стране. Это Саша Филипенко, она же Саша Лер, она невероятно талантливый театральный менеджер и театральный продюсер и Гриша Сазанков, бывший заместитель Гоголь-центра. Вот, это два прекрасных человека, которые схватили меня с этой идеей и начали ее вместе со мной развивать. И сейчас мы главным образом, просто активнейшим образом ищем разную финансовую поддержку для того, чтобы осуществить те планы, которые у нас возникли. мы как бы составили бюджет, составили репертуар. Я забыл только сказать, самое главное вообще, в чем концепция как бы идеи международного театра. Тут просто есть необходимость, ощущение необходимости собрать разных артистов, еще раз, вот я повторю, разных артистов из разных стран, не только, да, русскоязычных, и очень бы хотелось и украиноязычных, европейских, и немецких, и американских, и израильских артистов. И есть даже материал, который, ну, там, мной предложен, который хотелось бы сделать, это несколько пьес, как некий первый пул этого, там, это первые 4-5 спектаклей, которые, ну, такая, некий первый заход на создание коллектива. Спектакли эти планируются на разных языках, причем спектакли планируются на разных языках прямо в моменте, то есть есть спектакли, которые просто на немецком, и просто на русском, и просто на английском. Кроме того, есть один спектакль, который хотелось бы сделать без слов. И есть отдельно спектакль, который просто хотелось бы сделать на трех языках. Вот. Каждый актер говорит на своем языке, Не обязательно именно так. Это может быть прямо в моменте импровизации. Они могут все вместе говорить сначала на одном языке, потом все вместе говорить на другом. Но я должен тут важную вещь сразу сказать для тех людей, кто понимает в театре. Это ни в коем случае не форма ради формы и не игра на том, что актуально, что неактуально. Мне кажется, в этом есть сейчас некая художественная иническая необходимость. Мне бы хотелось... Я понимаю, что это довольно амбициозно звучит, но пускай, ничего. Все мы не без амбиций. Я бы хотел действительно увидеть... У меня мечта такая, мне кажется, на всю жизнь. Она будет увидеть зал, наполненный публикой из разных стран. Чтобы они при этом друг друга не все пришли на один спектакль. И чтобы этот спектакль как-то их попробовало собрать, объединить, и чтобы они его все поняли еще при этом. И чтобы они все вышли, как бы, смеясь или плача. Все вместе. И как бы какая-то долгоиграющая, долгоидущая такая перспектива, которую мы себе наметили, она именно вот такая у этого проекта. То есть это не сухой проект международного театра, где мы бы хотели что-то актуальное поделать и так далее. Нет, это очень сложный проект. Сложнейшая просто история. Я отдаю себе полный отчет в том, что я не факт, что смогу это реализовать в ближайшее время, но я как бы не стыжусь того, что я публично говорю о том, что этот проект нужно сделать. Я объявляю о том, что мы планируем его создать. И мы команда, которая держится друг за другом очень сильно, и верим в этот проект. Мне кажется, что это театр, который сегодня нужен. И я знаю очень много артистов, которые очень хотели бы поработать друг с другом. Артистов, которые живут в Англии, говорят на английском языке, ну это как бы местные англичане, которые хотели бы поработать с немцами в каком-то международном проекте. Русские, которые так тянутся просто, которым так нужен этот диалог от европейских каких-то мастеров. Как-то очень... Эта необходимость, она есть абсолютно у разных людей. И мне кажется, эту возможность вот как бы надо устроить. Вот. Самое главное, чем мы сейчас заняты с ребятами, с продюсерами, это просто бесконечно каждый день подаем всевозможные гранты европейские и в Америке, и в Европе, и в Германии в том числе. Это, к слову, о том, где бы мы хотели это сделать. Пока решаем. И, ну, также мы ищем разных... Ведем диалог с разными инвесторами, частными. В этом смысле вопрос сложнее, потому что мы пообщались... Я не буду сейчас называть имена, но мы пообщались с очень такими крупными именами, в том числе русскоязычными бизнесменами. И возникла трудность у нас в том смысле, что какая-то тенденция сейчас у русскоязычных инвесторов касаемо культуры. Я не хочу отвечать за них и не хочу это как бы резюмировать, но я хочу только подчеркнуть, что я заметил, что культура сейчас находится в этом смысле в кризисе. То есть я не могу сказать, что среди русскоязычных людей, кто имеет возможность спонсировать разные независимые, негосударственные, театральные, нетеатральные, в общем, проекты, касающиеся искусства, в том числе театрального, популярностью не имеют популярности вот эти вот проекты почему-то. Это объяснимо, я думаю, в нынешней ситуации. Послушай, он, целый министр культуры, в отставку ушел в Украине, и именно, как я поняла, в том числе и по этой причине, когда ему было сказано, что сейчас не до этого, что ищи частные небюджетные средства. Бюджетные средства сейчас на культуру тратиться не будут, это не на спектакль, не на фонтан. Я безусловно понимаю, что мне говорят, что сейчас все на войну, грубо говоря, и на войну имеется в виду на поддержку Украины. На победу, давай мы так скажем, на победу, на победу Украины. Я против этого ничего не имею, и я с этим не спорю. Я только хочу сказать, что культура — это не менее важная сегодня вещь. Я сейчас не говорю про русскую культуру. Я говорю про великую русскую культуру. А то вообще никто не придёт. Но ты абсолютно прав. Егор, прекрасно я понимаю, как бы вот и цель, и идея, она невероятно важна. Ну, собственно говоря, чем вы занимаетесь сейчас, чем вот то, о чём мы сегодня рассказываем, это уже культура. Но это культура, которая здесь и сейчас, вот в каком виде она сегодня востребована и нужна, как помощь человеку во всех смыслах, не только в смысле там ментальном, психологическом, но и материальном тоже. Я вот хочу, чтобы мы в конце успели сказать, что как много благотворительных спектаклей играется в том числе и Толи, и его коллегами, связанных с помощью именно украинцам, и гуманитарной помощи, и медицинской помощи. Та же самая читка, про которую Толи сейчас вспомнил, про как мы хоронили Иосифа Виссарионовича, она была задумана Артуром, автором этого текста, именно как благотворительная акция. И это очень важно, он соблюдает все время, я вижу на всех афишах написано, что все средства идут, мы очень быстро с ним переписываемся, все средства идут на помощь Украине. Гонораров нет артистам никаких, но есть там прием туда-сюда, отель если нужно, дорогу оплатить, зал арендовать. Но это в чистом виде та самая культурная акция, которая имеет высшую идею. И мне кажется, это очень важно. Что будет 29-го, Толь, скажи нам, пожалуйста, поскольку всё-таки мы успеваем про это сказать у нас 29-го числа. Да, не уходя в патетику, просто скажу, что здесь, ну вот как можем, что называется, как можем. Сейчас это люди психологически устали от этой войны. Очень сильно я вижу это по Израиле, по публике, что как только ты говоришь, что делается что-то благотворительное, помощь Украине, сейчас непросто собрать людей на это. Да, потому что устали, устали. Я понимаю, что невозможно. Тем не менее, 29-го июля буквально в городе Аждот, вот на днях, мы сделаем благотворительный концерт, фонд «Спильно справа», украинский фонд помощи. Вот я просто ребятам верю, потому что я знаю, что они сами перевозят. Вот это тактическая медицина, первая необходимость. Сделаем мы этот концерт 29-го июля в Аждоте. Что будет дальше и как, каким образом уже будет. Да, то, что мы делаем с Артуром Соломоновым тоже. Я не знаю, вся не вся, но как бы там понятно, что есть какие-то траты, но огромная часть от выручки идёт тоже на гуманитарную помощь. Сейчас 3-го августа тоже в музее Ану в Тель-Авиве будет ещё одна читка нового романа Артура Соломонову «Натан» называется. И тоже... Такое, скажи пару слов, что это за вещь такая. Поскольку ты артист наверняка уже прочитал, да? Да, Артур написал новый роман, называется «Натан». Это такая фантасмагория абсолютно в стиле сегодняшнего времени, такая абсурдистская фантасмагория про говорящего енота. И его оппонента, друга Натана Эпельбаума. И, в общем, вот эта парочка проходит по всем стадиям политического, социального развития, путешествия. Фашисты, пацифисты, либералы, демократы, патриоты, грибники. Я не знаю, они проходят через всё. И вот как бы в такой вот форме, в таком вот жанре он... Артур ещё раз как бы в свойственном его ключе. Это такая сатира нового поколения, я так для себя определил. Он рассказывает о том, что мы имеем на сегодняшний день и в России, и в мире, и так далее. Вот, и это будет читка. Я буду читать там, мы музыкально как-то это оформим тоже немножко. Но познакомимся с этим романом, и главы из него я почитаю, и как бы тоже какая-то часть там львиная доля уйдёт на гуманитарку. Я просто об этом как-то, знаешь, немножко даже неудобно. Но с другой стороны... Надо говорить, надо, надо. Но с другой стороны, да, надо. Вот мы... Вот это вот абсолютно сегодняшнее слово. Мы все друг к другу здесь. Вот половина Израиля же, вы понимаете, это Украина, это Одесса. Вот буквально там Натали Врублевский, дизайнер-художник, который как волонтёрно помогает нам в организации этого вечера, одесситка. И на днях говорит, всё, я не могу. Я у меня... Я не могу. Я не могу встать, у меня текут слёзы, у меня опустились руки, я не могу ничего. И вот, не мытьём так катанем, друзья, подруги приезжают, говорят, нет, надо, 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 надо. И вот это вот то, что в сегодняшнем дне и движет, как бы, и мной в том числе. О, не просто. Скачели страшные эмоциональные. Иногда действительно, как бы, разочарование во всём, в принципе, грош цена цивилизации, в которой не работают международные институции, которая не может остановить одного сумасшедшего, который грозит и уничтожит всю планету. Всё, все эти мысли в голове, они, да, вот такие, кашель. И для того, чтобы как-то себя сохранить и двигаться, и делать что-то, ты говоришь себе, нет, надо. Надо, надо — это, значит, сегодняшнее, как бы, вот единственное такое слово. Ребята, надо, наверное, прощаться. Я уже потихала счёт времени, я уже не понимаю, сколько мы в эфире. Но не кончаются, не иссякают темы для разговоров. Мне очень приятно сегодняшнее общение. Огромное вам спасибо за то, что согласились. Давайте так предложу в конце, поскольку, конечно же, подавляющее большинство аудитории нашей — это Россия, это люди из России, в том числе и ваши коллеги, поскольку у нас тут действительно такой вот общий круг знакомств. Если есть какие-то слова, которые можно было сказать сегодня своим знакомым, бывшим друзьям, да и просто, в конце концов, коллегам, которые находятся там за чертой, что называется. Я бы, наверное, всё-таки сказал «берегите себя» в таком большом-большом понимании. Тут спектакль «Берегите ваши лица» в Губль-Центре. Это сразу из Несенского. Я бы убрал последнее слово, но смысл оставил бы такой большой «берегите себя» во многих смыслах. Понятно. А Егор что-то скажет? Я присоединяюсь. Не поверите, Толь, но я хотел что-то такое тоже сказать, поэтому присоединюсь. Тогда я присоединяюсь. Берегите себя, пожалуйста. Сохраните себя, пожалуйста. Ещё есть возможность сохранить себя, пожалуйста. Дорогие друзья, обращаемся мы к нашим друзьям и близким, и неблизким, и далёким в России. Хочу обратить внимание, что мы не впали в грех осуждения сегодня. Ни одной фамилии мы сегодня не обсуждали. Никого. Только одну фамилию вспоминали. Это фамилия президента, маньяка Владимира Путина. Но это почти уже нарицательное. Это уже не фамилия. Спасибо большое моим дорогим гостям Анатолий Белый и Егор Трухин. Всё, что касается событий в культурной, профессиональной жизни, буду по мере сил и возможностей доносить, что называется, до аудитории всеми возможными способами всё, что происходит в вашей жизни. Зрителей должно быть много, и зрители должны быть вам благодарны за тот путь, который вы сейчас для себя выбрали. Он очень непростой, с большими рисками сопряжённый. И действительно, повторю, здесь очень важно понимать, что всё сначала. Всё сначала. У Штолия, как опытный артист, прекрасно знает, что прошлых заслуг не бывает в этой профессии. Это так. И ты... А уж когда вообще всё сначала, это огромный риск. И за этот год, путь, который прошёл этот человек, я просто восхищен. Просто восхищен. Спасибо вам, ребят. До встречи в эфирах. Спасибо. И в социальных сетях. Удачи всем. Счастливо. Спасибо, Ксения. Счастливо. Спасибо. Спасибо.